Всем привет! Сегодня покажу вам какую классную и недорогую 2D магнитолу я установил в свою машину. Это универсальная 2D автомагнитола с широким спектром функциональных возможностей. У нее есть Bluetooth, модуль GPS навигации и Wi-Fi. Лицевая панель 2D устройства оснащена 7-дюймовым сенсорным HD дисплеем с высоким разрешением 1024х600 пикселей. Это для 7-дюймов хорошо. Работает она на Android 9.1, что тоже круто, так как Android свежий, грубо говоря. Совместно с мощным процессором современная платформа обеспечивает высокую производительность мультимедийного устройства. Для воспроизведения медиафайлов форматов MPEG, AVI, MPA, MP3, MP4 выделены 2 USB порта, которые идут в комплекте, как и камера заднего вида со всеми нужными проводами для подключения. Также на свой автомобиль я отдельно заказал переходную шахту с Китая. У меня без шахты не установить никак, но есть авто, которым такие шахты не нужны. Характеристики магнитолы вы видите на экране. Качество экрана отличное. Работает все достойно, да и вообще магнитола классная. Я потратил немного времени, чтобы выбрать и достойную, и недорогую. Вот такая старая магнитола. Ее мы сейчас заменим на двухдиновую. Вот такая переходная панель была куплена на Алиэкспресс в три раза дешевле, чем на рынке внутри страны. Ссылочку также оставлю в описании. Если вам будет нужна информация, как я устанавливал эту магнитолу себе в авто, то в описании будет ролик на канал моего друга Автоэлектрика, который и занимался установкой. Так что смотрите его видео, а я вам лучше покажу, что она может и как она работает. И вот такая в итоге получилась схема подключения. Все подключено. Камера заднего вида, это у нас GPS, это у нас радио. Так что у нас это я не помню что, или это GPS. И вот главный тюльпан. В общем будет ролик в описании, как мой друг все это устанавливал. Кому интересно, перейдете, посмотрите. Все, сейчас будем устанавливать и показывать работу. Итак, подключили мы нашу двухдиновую магнитолу. И давайте посмотрим, что же она может. При первом включении магнитола включается долго. То есть при первом включении, когда вы только ее установили. Дальше она будет включаться быстро. Итак, видим основной интерфейс. Вот, скажу так, это грубо говоря планшет в вашем авто. Только в нем еще есть навигация, Wi-Fi есть, повторный запуск, ожидание. Выключаем экран. Значит яркость вот так регулируется. И максимальная яркость. Поработаем, давайте на вот такой яркости, немножко среднем, выше среднего. Итак, включаем Wi-Fi. У меня уже телефон раздает Wi-Fi. Вот, Meizu Pro 7 Plus. Оно у меня увидело, хотя у меня не Meizu Pro 7 Plus, у меня другой телефон. Но почему так называется. Так, Wi-Fi работает. Посмотрим сразу же, давайте, на YouTube. Я сюда особо ничего не устанавливал, никаких программ. Только вот карту GPS установил. И вроде все. И есть стандартные карты. Но давайте посмотрим YouTube, как работает у нас. Как вы понимаете, загрузка YouTube зависит от скорости интернета. У меня сейчас не сильно скоростной интернет. Так, ну давайте Асафьева послушаем. Посмотрим, как воспроизводит. То, что долго грузит, это у меня просто плохой интернет. Мы сейчас стоим в таком месте. Как видите, реклама работает. Приветики, проходите, присаживайтесь. Здесь наш традиционный новостной выпуск. Я себе заварил мятного чайку, потому что, блядь, без мятного чайка уже все сложнее и сложнее провозить. Вот, ну, короче, работает. Асафьева, Стаса, посмотреть не будем, потому что, потому что... Так, немножко подглючивает. Потому что плохой интернет. Я бы, наверное, радовался. Да, именно таким образом мы купили себе криминальную BMW. Вот. Далее мы можем послушать, допустим, радио. Мы уже радио подключили, все работает. В общем, радио работает. Ну, нужно просто поискать. Поискать хорошие волны. Далее мы можем включить навигатор. Навигатор может включаться сразу по умолчанию. Или, вот, допустим, гугловский. Или можно включить интересующую программу, которая вам удобна. Короче, из-за того, что слабый интернет, как вы видите, вот здесь показывается трафик интернета, то немножко долго работает. Вот, как мы видим, уже показало, где я нахожусь, допустим, да. Но я особо не буду акцентировать ваше внимание, потому что у нас война, в общем. Так что не сильно покажу, где я нахожусь. Оно и не надо. Поверьте мне на слово, GPS работает 100%. Тут у нас, когда машина едет, показывается скорость. Также, когда включается ночной режим, экран гаснет. То есть, когда вы включили дальние фары, ну, то есть, ближние дальние фары, не габариты, а уже фары. Переходит в вот такой вот черный режим, экран. Чтобы вам не мозолить глаза, так сказать. Тут можно... Есть... Есть Play Market. Можно установить много чего интересного вообще, как на любом Android-устройстве. Данная магнитола двухдиновая работает на Android, что очень круто и офигенно. Я так считаю. Это очень классно. Также есть у нас выход на USB. Сейчас вам дальше покажу USB. То есть, можно просматривать телевизор, вернее, фильмы. Можно слушать музыку. Также я предпочитаю лично слушать музыку через Bluetooth. Есть Bluetooth. Подключили Bluetooth к телефону и слушаете музыку. Сейчас даже, возможно, покажу. Вот у меня Siv Android пишет. Подключаюсь. Вроде это к нему. Да. Вот, с Max 3 соединения создана. И вот, если я хочу, допустим, включить какую-то музыку, оно у меня сейчас будет играть. То есть, смотрим видео здесь, музыка играет здесь. А, чтобы играла музыка, нужно перейти сюда. 350 или 600 люмен. Еще один режим запрограммирован на мигающий свет. Все работает. То есть, штука интересная. Ну, вообще, я перехожу, допустим, в телефон, подключаю по Bluetooth, и у меня играет здесь музыка. То есть, если будет играть музыка у вас через флешку, то вам уже нужно будет переходить... Ой, я уже не помню куда. В музыку. Вот. Тут музыка будет играть. Если у вас играет музыка через Bluetooth, то нужно заходить в Bluetooth. Вот, в музыку. И уже будет играть музыка через Bluetooth. Также есть контактная книга, можно звонить. Тут можно разобраться с контактной книгой. Тут можно набирать номер. Но перед этим нужно приконтактироваться к телефону. Можно набирать номер и говорить в машине. Но скажу сразу, качество разговора, вот качество динамика не на высоком уровне. Я бы не сильно... Я бы не стал разговаривать, в общем, таким методом. Тут качество звука слабенькое. Если говорить по телефону. Можно убавить звук. Прибавить. Это у нас выходим в общую панель, допустим. Можно выключить. Тут есть такая кнопочка. Ага, вот. Можно раз нажать. И тут выбрать настройки. Главный экран. То есть, тоже на нее нажать. И ускорить можно. И она будет это вот делать. Видите? Оптимизируется память. Магнитола. Классная. Реально. Прикольная. Сейчас покажу вам еще с флешкой. Тут есть AUX, конечно. Но мне товарищ подсказывает, что AUX здесь есть. Просто мы его не подключили. Как бы он и не сильно мне, по крайней мере, нужен. Есть Bluetooth. И есть все, что нужно. Эквалайзер можно настроить. Вот частоты. Также есть у нас настройки. Настройки. В настройках можно посмотреть систему. Дата, время. Вот все дела тут настраиваются. Можно посмотреть безопасность, язык входа. Настройки Google. Месторасположение. Можно скинуть на заводские настройки. Кстати, пароль не подходит, который был в книжечке. Сюда почему-то не подходит. Не знаю, в чем проблема. Тут есть общие просмотры во время движения. Видео тоже. Если вы, допустим, едете, то вы видео не сможете смотреть. Мы его отключили. Вот. По своим соображениям. То есть управление большое. Есть управление звука при сдаче назад. Отключение громкости. То есть настроек реально много. Ставьте на паузу. И смотрите, какие настройки вас интересуют. Вот. Можно разобраться. Есть устройство. Тут у нас звук опять же. Вот такие настройки ставьте. Навигация есть. Тут GLONASS, GPS. Вот можно посмотреть первый режим. Второй режим это уже спутники. Вот. Есть автосинхронизация. Есть Wi-Fi. И вот уже точка доступа и модем выключена. И VPN. То есть можно установить. То есть, грубо говоря, это планшет в машину. 7 дюймовый. Я не скажу, что у него очень быстрое время отклика. То есть он мгновенно отзывается. Это не так. Есть маленькие потупы. Но за ту цену, которую он стоит, я думаю, это устройство, это двухдиновая магнитола. Она достойная. Она стоит своих денег. И хочу заметить, качество отображения очень хорошее. Так, ну еще два слова по работе с флешками и задняя камера показываю. Можно этот вот вход вывести куда вы хотите. Я бы вывел сюда. Мне так удобнее. Конечно, не самое лучшее расположение, но все же. Запустили флешечку, поставили. Вот. В процесс установки внешнего устройства уже показала все. Так, заходим у нас в файлы. И вот видим, что уже... Ну вот эти вот файлы. Это файлы с флешки. USB 2. USB 2. Это можно два таких USB вывести. У меня только одно выведено. Опять же, видите, что не все моментально, но вполне работать можно. У меня еще флешка забита полностью. Вот, допустим, включаем фильм. Это мы с женой ехали, вот видите. И смотрели фильм. Все запускается, все без проблем. Нет. Ты не хочешь, чтобы мама кому-то звонила? Еще одно слово по расположению именно в моей машине экрана. Как вы можете заметить, очень слабо видно. Это, во-первых, такой фильм, он темный. Вот. Ну и расположение экрана немножко под таким углом, что не сильно удобно в дневное время смотреть кино. Хотя и при движении как бы и нежелательно смотреть кино. Вот. Но имейте такой нюанс. Если у вас, допустим, эта магнитола стоит ниже, и под тем углом, под которым вам будет удобно смотреть, то как бы вам повезло больше, чем мне. У меня она стоит вот тут. И смотреть кино не очень удобно. Допустим, вот переходим и у нас учебные ролики. Вот. Они у нас уже светлые. Ну, то есть, они сняты. Вот. Вот, видите? Это ложь, соответственно. Давайте закомментируем предыдущее выражение. Когда видео светлое само, то видно вот нормально. И запустим код теперь. Как видите, мы получаем. Вот. То есть, вот такой вот один из нюансов. Флешечку вынули. Все пропало. Можно слушать музыку, можно смотреть фильмы. Все без проблем, все круто. Показываю еще камеру заднего вида. Вот. Включил задний ход. Включилась камера. Камера самая обычная, самая дешевая идет в комплекте. Качество у нее, наверное, что 480p, если, ну, наверное, если не 360. Ну, может и 720p, конечно, заявлено. Я уже не помню. Но качество плохое, реально плохое. Но такого качества видно на 100%, чтобы парковаться. Опять же, говорю как есть. Качество хотелось бы получше. Задние камеры. Но имеем то, что имеем. Так что, как-то так. Камеру мы уже вроде как настроили. Можно уже кататься. Вот. Выгодно нейтралочку включил. Все сбросилось. Если вас интересуют именно тонкости установки, то это видео будет на канале моего товарища. Мы сняли второй ролик именно по установке данной магнитолы. Вот. Так что, как-то так. Штука прикольная. Мне нравится. Я уже поездил с ней месяца два. Потому что я еще должен был быть... Хотел выпустить ролик до войны. Но так как война, то я уже с ней катаюсь. Камерой доволен. Очень-очень-очень редко зависает. У меня за два месяца было, может, два или три зависания. Вот. Но зависания такие. Там, типа, 15 секунд, 10, и она раздуплилась. Есть галерея. Можно посмотреть фоточки. То есть, полноценный Android планшет в вашей машине. Это вот переключение музыки. Я им не пользуюсь. И вот тут пишет у нас дату. И еще два слова. Можно подключить к этой магнитоле руль. Если у вас есть кнопки на руле, она подключается. Кнопки подключаются к магнитоле. И можно управлять ею через руль. Также очень прикольно, удобно. Но у меня этой плюшки нет. Вот такая у нас видеомагнитола двухдиновая. Я ею доволен, как вы поняли. Можете смело брать, покупать. Заказывал я ее на сайте Banggood. Ну и, в принципе, все. Ну, все нормально. Все круто. Камера задняя, конечно, такая. С очень плохого качества съемки. Но, блин, мне, я думаю, нормально будет. Подключили мы ее только что. Так что, вот, я не сильно ее еще попробовал. А магнитола реально классная вещь. Так что, пользуйтесь, если вам она интересна. Если вам нужно что-то подобное. Могу реально советовать. Все. Всем спасибо. Подписывайтесь на канал. Дальше будет много чего интересного. И обязательно ставьте лайки, если вам ролик полезен. А также пишите в комментариях, у вас есть подобные магнитолы. Как вам они? И вообще, что думаете? Все. Всем спасибо. Всем пока.